Эх! Дорогие друзья, продолжаем серию быстрых завтраков. Ну или легких, ну или простых. Вы все хотите попроще, попроще. Был, кстати, уже завтрак правильный, смузи. Да, что-то вам не понравился. Ну, не хотите, как хотите. Будем, значит, другие завтраки печатать. Итак, для того, чтобы напечатать этот завтрак, нужно взять вот такой вот спонсорский гриль бренд Starwind. Вот здесь написано Starwind. Он стоит, греется у меня. Простейшая штука, домашняя. Сюда накладываем, закрываем, жарим, достаем. Все, здесь даже ванночка для жира есть. Для того, чтобы сделать вкусный тост, нужно иметь всего лишь небольшое количество ингредиентов. Я не думал, что у меня в упаковке с сыром будет такое небольшое количество сыра. Один, видите, покусал, пока пробовал. Значит, смотрите, что делаем. Один кусок снизу, один кусок сверху. Хлеб можете использовать любой. Главное иметь длинный острый нож для того, чтобы тоненько нарезать пластинки. Но сэндвичный хлеб вот этот, вот как вы видите у меня, он, конечно, помощнее будет. Так, теперь ветчина. Ветчина, колбаса, всякая разная штука, которая есть у вас в холодильнике, может быть использована. Я рекомендую использовать то, что я люблю. Это финский сервелат. Вареный, копченый. Колбаска всегда. У любого производителя. Найдите себе производителя по душе. Я никого не рекомендую. Я просто говорю, что вот этот вид колбасы мне нравится больше всего. В идеале, конечно, если вы сами его сделаете дома. Но если вдруг вы решили не заморачиваться, а купить его в магазине, выберите себе по вкусу, в общем, и купите. Все. Я даже его в окрошку добавляю. Кстати, кто рецепт окрошки не видел, можно будет посмотреть. Смотрите, нарезаем тоненько для того, чтобы каждый кусочек прогрелся. Вообще, я не обязываю какую-либо колбасу готовить. Знаете, кто-то любит вместе с вареной колбасой. Тоже бывает вкусно. Главное, хорошую вареную колбасу найти. Я всегда говорю, качество блюда зависит только лишь от качества ингредиентов. Вот смотрите, когда мы вот сюда будем перекладывать, то у нас углы, понимаете, вот этот угол закроет этот угол и тот угол. Вы можете сюда, конечно, напихать гору колбасы туда и сюда, но следите за руками. Четыре кусочка на эту сторону и четыре на эту. Хрен. Слушайте, хрен это такая прикольная вещь. Сливочный берите, не очень острый. В серединку. Пусть он чуть-чуть потом при нажатии будет растекаться. Сюда можно добавить, знаете что? Например, плавленый сыр. Сюда можно добавить горчички. Сюда можно добавить сметану. Сюда можно добавить майонез. Сюда можно добавить, размешать эти все миксы с чем-нибудь, с какими-нибудь острыми специями. Все можно кетчупом залить и так далее. Все, что вы любите, все суете. Смотрите, какая штука у меня есть. Семечки. Вот с семечками очень крутой получается сэндвич. Потому что есть, конечно, такие виды хлеба. Мультизлаковые, да, где семян много. Но, я же говорю, для сэндвича самый подходящий и, скажем, не такой сухой хлеб, это вот этот, мягкий. Поэтому, чтобы заменить, скажем, к этому хлебу добавить мультизлак, берите мультизлак и посыпайте сюда. Вообще, без всяких проблем. Теперь переворачиваем вот так. Оп, видите, все закрыто. Колбаска тут на месте. Получается вот такой вот у нас сэндвич. Американцы сейчас взяли бы, смазали все растопленным сливочным маслом, чтобы вот такое было. Можно этого не делать. Этот хлеб и так хорошо очень жарится. Да, когда я жарю семки, я их подсаливаю. Специально жарю всегда больше, чтобы потом подочить. Семки, это же опиум для народа, мы все знаете. Кладем один на одну сторону. Кладем на другую сторону. Опа! Смотрите, ровно два сэндвича входят на гриль. Ну и закрываем. Вот. На крышечке, видите, написано сэндвич, рыбка, кусок мяска, сосиски, курочка. Что хотите, то и жарьте. Да, кстати, вдруг, если кто-то не знает, когда покупаете фартук, лямки должны быть длинные. Для того, чтобы их перевернули сзади и вывели вперед. Да? Для того, чтобы, во-первых, было удобно завязывать. Раз, завязали. Во-вторых, сюда продевается полотенце. Кто как любит. Знаете, есть вот вариант снизу. Вы заводите, оставляете небольшое количество и перебрасываете. Все. Короткое полотенце не очень удобно, иначе руки неудобно вытирать. Придется вам руки наклонять вот здесь вытирать. А так вот повар поворачивает, вернее, достает полотенце, вытирает руки. Вытирает стол. Этим полотенцем вытирается все. Все вытирается. В конце рабочего дня, ну, кроме полов, понятно, и там грязного гриля, да, вы понимаете, что только руки и посуда. Потом это полотенце в конце дня вытаскивается. И, ну, не в мусор, как вы подумали, а в стиральную, в стиральную корзину, корзину для стиральных вещей. Потом это все перестирывать. Перестирывать и обратно. Ну, сырочек потек, пора вынимать их оттуда. Вынимать. Ой, какой хрустящий он. Слышите? Классно. Ой, какой хрустящий. По-настоящему. Так, в общем, здесь ничего не пригорело. Рисунок классный. Не такой, как у всех грилей. Смотрите, как он съезжает. Съезжает от ответственности быть съеденным. Да, конечно, сыр растопился, все течет, все классное такое, сочное. Как бы это пошло не звучало, но горячий хрен, реально прикольная тема. Главное взять сыр, который хорошо плавится. У меня был какой-то вот такой, знаете, мягкий, сливочный. Лист топливного молока. Ну, в общем, какой-то обычный сыр. Недорогой, прям, совершенно дешевый. Очень круто плавится. Очень классно по вкусу. Ну, так собачкам нельзя питаться, как я питаюсь, да. Оно и мне нельзя. Столько хлеба и сыра жрать. Ну, а тебе вообще, да. В общем, все чуют, что тут происходит что-то вкусное. Дорогие друзья, приятного аппетита. Обязательно сделайте простейшая вещь. Знаете, на завтрак как вкусно. А если вы его не будете разрезать, дадите остынуть, и потом, например, на работе или в школе в микроволновку буквально на 15 секунд у вас микроволны изнутри его нагреют. И все, потом можно его раз, и течет сыр, кайф, наполняет ваше тело. Удовольствие приходит в каждую секунду. Пока! До новых встреч! Вкусно!